Брендомания должна быть умеренной. Приобретая платье от Шанель, помните, его не шила сама Коко Шанель, говорил когда-то Александр Васильев. О брендах и о моде поговорим сегодня в программе Диалоги. Здравствуйте! И сегодня я хотел бы с большим удовольствием представить вам нашего гостя, настоящего историка моды, уникального в своем роде Александра Васильева. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Тем не менее, говоря сегодня о таком понятии, как брендомания, насколько эта такая вот фэшн-проблема актуальна для стран СНГ? Я думаю, что это нормальная вещь, через которую проходят все развивающиеся страны. Как правило, в одежду с брендами очень явных марок, особенно крупно написанных, логотипах, на сумках, на одежде, на обуви, на очках, пользуются люди с очень низким вкусом. Они прикрывают отсутствие своих собственных знаний знаниями других людей. Им кажется, если написано, скажем, Эрмес или Версачи, если написано Диор, Шанель, ну или на сумке объемно, то люди понимают, что ошибиться они не могут. Вот ведь делал какой-то именитый дизайнер, хотя каждый понимает, что эти дизайнеры уже давно почили. Поэтому это только воспоминания об этих людях, которых уже нет. Я, конечно, считаю, что надо одеваться в живых дизайнеров, а не в мертвых. Вот это само по себе явление, вот этих вот подделок, начиная с самого Китая, заканчивая, как, опять-таки, вы, наверное, прекрасно знаете, самыми качественными копиями. Да, называется фейк-де-люкс. Да, оно вот в итоге ведь может привести к некому вообще краху самой индустрии. Оно уже привело, потому что в самой Европе эти вещи не покупают. Вся индустрия люкса ориентирована исключительно на восток. 27% всех предметов люкс раскупает Казахстан, Россия, Украина. Другие 27% – Арабские Эмираты. А там гости из Казахстана, Украины и России. В Европе очень ценится винтаж, и люди, которые действительно верны, например, Иву Сен-Лорану, или Пьеру Кардену, или Ланвену, они предпочитают носить прижизненные их вещи, вещи, выполненные в 60-х годах прошлого века, в 70-х годах прошлого века. Для этого есть антикварные аукционы, для этого есть антикварные магазины, плашиные рынки, где можно найти черта в ступе. И никто и не захочет покупать новые с иголочки блестящие. Ведь это всегда проблема как раз развивающихся наций, которые хотят евроремонт везде, в том числе и в их луке. Сейчас все те тенденции, которые вы перечисляете, происходящие в Италии, в Испании, во Франции, мы тоже скоро начнем это понимать. А зачем мы тогда платим действительно по 2, по 3, по 5 тысяч долларов за какую-то сумку наших дней, когда лучше купить винтажную? В этой связи возникает вопрос, что станет с индустрией через 15 лет вообще? Я думаю, что она погибнет. Она погибнет, как погиб от кутюр, потому что в вещах от кутюр практически никто не одевается. Вещи кутюр стоят от 2-3 тысяч евро, самая простая дешевая вещь, до 200. Кто может себе позволить такие цены? Хотя в кутюре сегодня правила не столько жестокие, как раньше, можно делать до 10 копий модельного платья. Значит, эксклюзив, который существовал раньше, когда платьев делали не больше трех копий, с тем, чтобы их отсылали в разные уголки света. Такой был негласный закон. Если одна клиентка в Италии, то в Италию такое платье уже продать было нельзя. Конечно, кутюр умер, потому что люди просто не могут выходить, и главное, им некуда носить. Современность не позволяет женщинам хорошо одеваться, потому что некуда пойти. Ведь мы многие живем до сих пор в монархиях, но не пользуемся этими благами. У нас нет государственных коронований, коронаций, у нас нет государственных свадеб, у нас нет государственных похорон. Ведь платья нужны для того, чтобы все увидели. А коктейль на открытии галереи такой-то, или магазина, или мола такого-то, недостаточно статусен, чтобы туда носить роскошные платья. Поэтому, конечно, кутюр и бренды великие умерли вместе с монархией. Как только монархии стали демократизироваться, то и люди перестали одеваться. — Интересный момент, что я сейчас отмечаю. Взять период 68-77 года, то, что сейчас мы видим в кинематографе, то, что мы сейчас видим по старым нашим картинам и так далее. Ведь это все то, что очень модно сейчас. Понятие цикличности моды никто не отменял, это все известная истина. Так вот, возникает момент, вы говорите о том, что сейчас индустрия умирает. Ведь мы сейчас совершенно готовы покупать то, что я смотрю на Андрея Миронови. — Согласен. Дело в том, что индустрия не умрет в массовом своем характере. То есть массовый маркет, масс-масс-маркет, то, что мы называем популярной одежды для всех, будет еще больше развиваться. Но будет группа людей гораздо богаче, которые всегда будут стремиться оторваться от массовки. Вот они-то и будут кормить эту самую пресловутую брендоманию. Но это вовсе не значит, что они будут людьми со вкусом и людьми с тонким каким-то чувством прекрасного, эстетики или даже юмора. Потому что многие женщины, которые одеваются в марке, настолько верят, что надо, чтобы все было от Шанель, или все было от Луи Войтона, или все было от Эрмеса. У них просто с головы до ног все вещи. И они очень рады, они считают, если они заплатили в бутике, оставили под 100 тысяч евро, значит, все в порядке. Значит, они самые прекрасные, самые удивительные. Я видел таких женщин в Казахстане на светских раутах. Несмотря на то, где бы эти вещи завтра не шились, в Болгарии, в Китае или где-нибудь еще, Европа как, скажем так, главное место, откуда диктуется мода, никогда не угаснет. Она превратится в Диснейленд для китайских туристов, но она будет всегда генератором вкуса. То, что мы сейчас наблюдаем некие кризисные явления, которые наблюдаются в индустрии моды. Вы все-таки их больше связываетесь с тем, что это вообще мировой кризис? Дело в том, что сегодня интернет подвел черту под глянцевыми журналами. И если раньше у нас рупор элегантности был ВОГ, был Офисьель, был Харперс Базар, то сегодня это вовсе не так. Очень мало людей покупают глянец, потому что все эти новости, которые мы ждали раньше, а именно фотографии и тенденции, уже в интернете в самый первый день показа. И люди не хотят читать эти тяжелые журналы, они стоят дорого, занимают много места и сумку очень оттягивает руку. Зачем их покупать? Поэтому это все прошло. Наш сегодняшний разговор, как некий призыв не только российским, но и казахстанским дизайнерам к следующему. Если сегодня Европа перестает уже оказывать такое мощное влияние своими брендовыми вещами, коллекциями, может быть, пришло тогда время нашим местным производителям все-таки более активизироваться? Это невозможно. Поймите, за брендом стоит история вкуса каждой страны. Ведь за любым французским брендом стоит история и культура Франции. Ни за одним казахским брендом, если он даже создастся, не стоит история и культура Казахстана или история и культура России. Потому что наши страны, я сейчас живу очень много в России, не ассоциируются с хорошим вкусом. Перебить это могут только века истории. Возможно, через 300 лет. Вообще, что сегодня вам подсказывают? В 2013 году, да, какие интересные, скажем так, вы для себя сюрпризы открывали? Нет, сюрпризов сейчас не может быть никаких, потому что в мире кризис. Сегодня самый модный цвет – это черный и белый. Уже не весело на лето. Дальше оттенки пастельных, которые и так были, ничего нет нового. Если прошлое десятилетие было по-своему гламурно-развратным, слишком много мини, слишком много открытых декольтей, я это имею в виду слишком высокие каблуки, то сегодня, конечно, направление моды – это не только те 70-е годы, о которых вы говорите. Самое главное, что вошли в моду 90-е – стиль гранж, то есть стиль обшарпе. Это дыры, пятна, рваные колготки, стертые ботинки, которые, я думаю, будет очень трудно привить в постсоветском пространстве, потому что 70 лет все так уже ходили. Если вы приедете во Францию, приедете в Италию, вы увидите, насколько невзрачно одета публика местная, как много простой одежды, а не такой пафосной, которую мы привыкли видеть у нас на вечеринках, на светских раундах. Ведь это отражение психологического состояния. Ну, безусловно, во-первых, у них совсем нет денег. Но как вы хотите, чтобы мода на этом фоне была радушна и прекрасна? Это не потому, что Россия богат и Казахстан богат, что ради России и Казахстана вся мода перестроится только под вкус богатых и счастливых людей. Это же можно допустить. Можно допустить. То есть богатые и счастливые будут одеваться по-прежнему в блестящие вещи. Спасибо большое за эту беседу, Александр. Спасибо и вам. И самое главное, спасибо, что вы постоянно нас радуете своими визитами. Спасибо, до свидания. Александр Васильев, дорогие друзья, благотворим нашей программы «Настоящий историк моды». Ну, а мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в эфире телеканала 24KZ. До свидания.